МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот наибольший интерес прикован к премьере, фактически это премьера, это ваша работа, очень масштабный и продолжительный документальный фильм, который называется «Кольца мира». Я специально сказал и продолжительный, и масштабный, потому что вот те кусочки, что я видел, меня поразили даже географическим масштабом. Сколько съемочных бригад работало? Вот если об инструментах даже говорить. Но тут надо так отделить. Съемки шли и до Олимпиады, и после Олимпиады, и во время Олимпиады. Вот во время Олимпиады снимало 6 групп. Было 4 группы по 4 оператора, и было 2 группы по 1 оператору. Такие мобильные были, они воздух снимали. И вот те, кто сами соревнования снимали, их было 4. То есть всего в итоге на Олимпиаде еще были дополнительные, было 18 операторов. Ну а до этого мы снимали, ну я не знаю, там мы снимали, по-моему, в 20 странах мира, от Соединенных Штатов Америки до Японии, ну и наша территория Российской Федерации. Мы снимали тех выдающихся спортсменов, звезд, которые приедут к нам, приехали и которые боролись у нас в Сочи. Это был такой, ну я считаю, что мы собрали все звезды мира спорта, наивысшего такого уровня. Спорт наивысшего уровня – это суперконцентрация. Человек должен в момент, когда он идет на, ну фактически это человеческий подвиг, он должен быть суперсконцентрирован. В этот момент к нему подходит Сергей Валентинович Мирошниченко или полномочный посол великого документалиста и говорит, давайте мы вам сейчас вот сюда на лыжу мини-камеру прикрепим. Вот Карина Фокт, да, выдающаяся спортсменка, прыжки с трамплина, первая в своем роде девушка, которая… Да, да, все, она победила первая. Первая, да, вот из женщин. Как удалось с ней, допустим, договориться, что у нее на лыже будет камера закреплена? Ну, видите, в чем дело. Часть из этих кадров, конечно же, мы сняли до самого соревнования. О великое искусство монтажа. Да, да, о великое искусство монтажа, потому что, тем более, там идет тренировки, мы снимаем эти тренировки. Но мои ребята, операторы были, ну, фантастически… Я вообще считаю, что это операторская картина прежде всего. И если бы была моя какая-нибудь воля, я бы обязательно наградил бы Никой или Орлом наших операторов. Потому что то, что они сделали, это подвиг в буквальном смысле. Ведь поймите, что в основном эти точки находятся на очень отдаленном… И все, что вы видите, вот эти крупные планы, это снято длиннофокусным объективом, иногда 1600-м, минимум 800-м. То есть расстояние от точки съемки до объекта съемки… Колоссальное. 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 А скорость передвижения этих людей фантастическая. То есть если мы смотрим, как движется спортсмен-конькобежец, то он за три шага проходит вот эту вот длинную дистанцию. Он пулей летит. Он пулей. И когда я видел, как операторы, снимая вот эти детали, они держали по несколько, по пять секунд, по десять в фокусе вот это бешеное движение, я понимал, что это подвиг. А вот ради чего? Ведь Олимпиаду посмотрели сотни миллионов людей. Многим любые Олимпийские игры вообще не очень интересны. А тут еще, когда телевизионная техника и огромное количество телеканалов, в том числе спортивных и новостных, все время рассказывают об этом, есть момент какой-то идиосинкразии. У вас фильм идет… Сколько хранится? Часа три, да? Ну, сейчас та прокатная версия, она короче, но телевизионных две по полтора часа, да. По полтора часа. Так вот, я помню, один великий режиссер говорил, даже самый длинный фильм, хороший режиссер, его идею сможет уместить в одном предложении. Вот чем ваш фильм… А премьеру мы ждем 15 июня в Москве. Чем ваш фильм точно привлечет внимание? Ну, дело в том, что это фильм не о спорте, а о философии спорта. О! Это философия спорта, и прежде всего, это о том, каким должен быть человек. Спортсмены размышляют о том, какой должен быть человек сейчас в мире. И о том, что нужно строить мир не на войне, а на том, чтобы быть в братстве народов. Это, наверное, как говорили в советское время, хороший интернациональный фильм. Мы продвигали эту идею, и оказалось, что она спортсменам очень созвучна. Именно для этого Кубертен и создал Олимпийские игры. Ведь он был очень неглупим человеком, он философ был, неглупым человеком. Он понимал, что мир движется к Первой мировой войне. И он Олимпийские игры создал, чтобы вот эта энергия, пассионарная энергия лидеров, а спортсмены – это лидеры, таких энергичных людей, выливалась в спорте. И вот эта конкуренция была на спортивной площадке, а не на военных, так сказать, полях. Вы за свою биографию снимали, в кадр к вам попадали удивительные личности. Ну, вспомнить хотя бы Леонид Леонидовича Боленского. Да, Солженицын. Вспомним фильм «Сумерки богов». Гергиев. Гергиев. Причем в таких обстоятельствах трагических, связанных вообще с биографией нашей страны. И это не самое... Это просто черная страница, да, вот связанная с терактами. И когда Валерий Абисалыч... Ну, противостоянием, да. Музыке. К сожалению, да. Музыке и страшного человеческого зла. Ну, там тоже было против войны. Я вообще, ну, знаете, я вот против войны. Я даже не пацифист, который в стороне стоит, а я категорически против войн. У меня отец был слепой, я водил его поводырем. Я знаю результаты войн. Я против войн. Любых. И избежать войну, это вот... И спорт, это для этого и создан. Вот я как раз к этому и иду. Вот разные люди. Спортсменов так близко и так, ну, тщательно, скрупулезно вы не снимали. Вот чем поразили вас личностно? Первое, что меня удивило и поразило, что лидеры спорта, выдающиеся спортсмены, они очень интеллектуальны. Они очень образованные. Вы знаете, и они, когда им задавал я вопросы, а мы подготовили вопросы, для всех одинаковые. И задавали вопросы, например, такую, что мы говорили, что вот только что открыли частицу Бога в коллайдере. И скажите, пожалуйста, какая у вас частица Бога? Вообще люди менялись, эти спортсмены. Они привыкли отвечать. Ну, я добежал, отбежал, перебежал, отдостал. И они стали, они размышляли. Они меня, звезды спорта, передавали друг к другу. У нас не всегда было удобно получить разрешение, например, в НХЛ. И после того, как... В смысле рекомендации? Рекомендации. После того, как мы сняли... Мол, стоит поговорить. Да, стоит. Он не задает вопросов о том, как мы бегаем и какие у нас любовницы. Да. Он задает совершенно другие вопросы. И я вот попал так, что обычно НХЛ надо платить за то, что ты снимаешь звезд НХЛ. А у нас все хоккейные звезды, ну, так получилось, что они в основном в НХЛ играют. И когда мы сняли тренера сборной Канады, он тут же позвонил Кросби, он тут же позвонил. И вот так пошла цепочка. Нас передавали бесплатно и принимали, и давали возможности. И там, где обычно дают корреспонденту снимать интервью, допустим, 10 минут, нам давали больше, намного больше. И в этом тоже я смотрю необычность фильма. Потому что, получается, есть некий парад Олимпиады, то, что мы хорошо знаем, и есть закулисья... Внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь. Внутренняя, так философская закулисья. Да, и внутренняя жизнь, и внутренний посыл каждого спортсмена, почему он то или иное делает. И кроме этого, ну, я строил это как рожденный в СССР, я вам честно могу сказать. Я делал спираль. От чего-то? К чему-то. От страсти, от боли, от животного чувства внутри человека до осмысления, что есть мья. Фильм заканчивается тем, что наш выдающийся, ну, не наш, а белорусский выдающийся спортсмен, но я все равно считаю, что он отчасти наш, и Кушнир, Антон говорит, главное, я отвечу на вопрос, я спросил, чтобы вы сами себе задавали, какой вопрос, он сказал, я отвечу так, надо оставаться человеком во всех случаях жизни. Вот это главное. Это был посыл фильма, что нужно остаться человеком. Какая бы страсть тобой не выводила, как бы ты не воспринимал спорт как войну или противостояние народов, или нет, ты должен остаться человеком, спортсмен, и прежде всего помнить о том, что рядом с тобой живут братья, разные народы. Это очень важно, потому что роль спортсмена в современном мире, она колоссальна. Колоссальна. Она просто колоссальна. Колоссальна. Для многих это кумиры, боги, ну, в хорошем смысле этого слова. Я видел это, просто я видел, как поклоняются. Прямо вот там Шон Уайт, это на него смотрели, как на бога. А какие вопросы Бьерн Далину задавали? Бьерн Далину мы, он интереснее отвечал, чем многие. Он оказался, знаете, ну, мы задавали все одни и те же вопросы. Вот, но он оказался гораздо лучше, чем о нем пишут. Он настоящий спортсмен и лидер своей норвежской сборной. Мы видели, как он выходил первым на тренировку и последним уходил. Я спрашивал, зачем вам надо вот это вот, зачем вы тренируетесь, уже у вас много лет все есть. Он сказал, вот когда я буду приходить вторым на тренировку в норвежской сборной, я уйду. Пока я прихожу первым, я вынужден их тащить за собой, как лидер. Ну, вот, я думаю, что, ну, могу сказать, что у нас есть такие же выдающиеся мастера. И я думаю, что вот Плющенко – это всемирный кумир. Он очень интересный человек, он очень интересно мыслил и в кадре. Он знает себе цену, он действительно изобрел часть приемов в фигурном катании. Там Бублик Плющенко, он так и есть все, исполняет его. Он, и вот эта трагедия его выступления, когда он сначала побеждает со сборной, а потом, когда… Ну, это все помнят, конечно. Да, и это… Мои операторы сняли это просто великолепно. Я… Это драма такой силы, и мы видим искренность вот этой ситуации, не так, как у нас многое описывали, да. Или у Лепницкой поражение и проигрыш Сотниковой. Тоже это такая… Это все в фильме есть, да? Да, это трагическое, да. Это прямо вот снято, и снято, видно слезы. Вот варианты фильма, телевизионный вариант, и то, что мы увидим в кинотеатрах, вот 15 июня, то, что в Москве будет премьера, в кинотеатре «Москва», вот в чем отличие? То, что мы увидим в кинотеатрах, это 5-1 звук, это прекрасная, прекрасная, совершенная работа звукооператоров, операторов, это цветокоррекция идеальная. И телевизионная версия – это будет 2 серии, 2 вечера. Этот фильм не только про победы нашего спорта, это фильм о том, как люди борются, в том числе и там есть и поражение нашей сборной по хоккее. И еще там есть наш народ, гостеприимный, яркий, талантливый, в своем, знаете, гостеприимстве. Там есть болельщики, и надо идти на этот обязательно фильм тем, кто был на Олимпиаде, они себя увидят. Там составная часть фильма большая – это наш народ, который болеет и за другие народы, и за себя яркий, красивый наш народ. Будем ждать премьеры 15 июня, Москва. Ну, а счастливчики, везунчики увидят это... Сегодня Сочи. Да, на Кинотавре в рамках спецпоказа. Спасибо вам большое, Сергей. Мы говорили о документальном фильме «Кольца мира», и сегодня в главной роли был режиссер, продюсер Сергей Мирошниченко. Низкий поклон, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok